Промежуточная сверка. На 11 часов проголосовали более 250 учеников второй школы, половины избирателей, учащихся начиная с пятого класса. Они приходят организованно классами во время перемен. Константин – наблюдатель. В его задачу входит смотреть, чтобы не было нарушений. Например, чтобы кто-нибудь не бросил сразу несколько бюллетеней. Начало взрослой жизни, наверное. В принципе, все проходит нормально. Со стороны наблюдателя никаких претензий. В четвертой школе четверо кандидатов. В программах, начиная от «чтобы было больше внеклассных мероприятий», заканчивая повышением общей успеваемости. Заместитель главы города Людмила Мурашова заметила, что идея цена, если прилагается план по ее реализации. Вы знаете, какой у нас был опыт? Вот нас, кто хорошо учился, закрепляли за троечниками. И мы так дружили, ходили в гости друг к другу, учили уроки. Как одна из форм, я считаю, она действенная. Так сегодня выглядит школьное самоуправление. На стенде портрет на этот момент еще действующего школьного президента. За лидером следуют кураторы направлений. Дарья помогает проводить мероприятия и следит за школьной политикой. В этот раз проголосовала за того, кто предложил больше общаться во внеурочное время. На соревнованиях, спектаклях, играх. Повод может быть любым. Сейчас разные классы и дети в основном в классах не общаются между друг другом. Данные мероприятия будут помогать, то есть сближать людей и развивать общение между ними. Сейчас как бы мир социальных сетей в основном общается в интернете, а как бы личное общение это совершенно другое. Гости тоже сделали свой выбор. Победители голосования войдут в состав городского ученического совета. По словам Людмилы Мурашовой, от них и кандидатов сегодня ждут участия в жизни муниципалитета, а также свежих идей. Выборы школьного самоуправления – это выборы лидеров, которые сегодня учатся в наших школах. И я считаю, что это очень хорошее, традиционное, торжественное и волнующее мероприятие. Может, кто-то станет политиком или общественным деятелем, но в целом дни агитации и голосования – большой урок, на котором школьники учатся быть гражданами.